Сегодня здесь, перед выставочным комплексом «Эксподонбасс» тихо и спокойно, но тишина это обманчиво. Внутри кипит работа по подготовке второго украинско-российского экономического форума. Первый прошел год назад в Геленджике, и вот теперь уже Донецк готовится встречать двух президентов, двух дружественных стран – России и Украины. На форум ожидается приезд около ста гостей из двух стран. Впрочем, тут важно не количество, а значимость этих людей, поскольку приехать должны представители властных структур и крупного бизнеса России и Украины. Донецк не зря борется за звание деловой столицы нашей страны. К тому же речь на встрече будет идти о межрегиональном сотрудничестве. Именно поэтому был выбран наш город. Вы знаете, вот этот вот центр сотрудничества между государствами, он достаточно серьезно сейчас смещается в сторону межрегионального сотрудничества. И Донецкая область, которая сегодня составляет 22,5% ВВП Украины, ну где, как ни в ней, стоит проводить вот такой саммит межрегионального трансграничного сотрудничества. К тому же у нас и общая граница с Российской Федерацией. Сегодня с процессом подготовки к встрече ознакомился председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий. Подготовка к форуму чем-то напоминает подготовку к спектаклю. Настраивается свет и звук, строятся декорации. Председатель облгосадминистрации остался доволен увиденным и ответил на вопросы журналистов. Губернатор уверен, что хоть Россия и Украина конкурируют на многих рынках, все же у стран есть огромный потенциал для сотрудничества. Я думаю, что Россия и Украина есть, что сегодня дать миру. Есть штрипс, который необходим российским заводам, есть штрипс, который необходим трубным заводам Донецкой области. И вот это перекрестное взаимодействие, оно позволит нам, я думаю, совместно выйти и на рынки Ирана, на рынки Средней Азии, Китая. Поэтому здесь есть, что нам объединенным показать. Нынешняя встреча, надеется Андрей Шишацкий, ускорит процесс притока инвестиций в Донецкую область. Пока регион на четвертом месте в Украине, после Киева, Харьковской и Днепропетровской областей. Думаю, начнет работать агентство полноценно в следующем году, согласно новому закону по привлечению инвестиций, которое будет содействовать привлечению инвестиций и сопровождать особенно крупных инвесторов. В первую очередь, я думаю, в том числе по строительству предприятий по импортозамещению. Мы сейчас изучаем серьезно тот импортный поток, который идет в Донецкую область. Для того, чтобы все-таки построить именно здесь предприятие и создать здесь рабочие места, чтобы диверсифицировать наш старопромышленный регион. Во-первых, это легкая промышленность, это пищевая, это фармацевтика. Большие объемы импорта по этим направлениям заходят в область. В ходе форума также планируется подписание нескольких межправительственных и межрегиональных соглашений. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.